приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и сегодня у нас видео необычное мы не будем говорить о томатах об огурцах о поливах опрыскивания мы говорим об очень важном деле которое мы с вами можем сделать итак начнем с того что мы сегодня переживаем уже прожили она позади полнолуние а полнолуние это время самой высокой уязвимости всего живого на земле и самой земли это очень сложный период в календаре всегда отмечается время этого наивысшего раскрытия космических энергий луны и солнца и сегодня эта точка полнолуния была в 5 часов 37 минут по московском времени но это не значит что после этого времени все вот резко меняется в божественном творении все продумано так чтобы постоянно шел процесс развития творения поэтому этот цикл самой высокой уязвимости растений животных человека длится 48 часов до и 48 часов после этого пика энергии сегодняшняя полнолуние проходит в знаке водолей ни посевов ни посадок ни поливов никаких обрезок и зеленых операций в том числе не проводим поэтому у нас есть время ответить на ваши комментарии под видео какой будет зима 2022 года благодарю вас что вы поделились своими наблюдениями за растениями животными они уже полным ходом подсказывает нам что зима будет необычной как это я могу связать и полнолуние и зиму и какие-то другие события да все это взаимосвязано и я думаю что вы дальше прослушаете мой необычный рассказ и поймете о чем я сегодня хочу вам сказать что я хочу донести ваши сердца вот о зиме мы еще поговорим отдельно еще очень много интересных фактов вы мне присылаете рассказываете и я провожу дальше наблюдения а сегодня по просьбам наших зрителей я отвечу на некоторые вопросы о том что сейчас происходит и что нужно каждому делать чтобы в это сложное время полного перепо перехода в эпоху водолей наконец-то проснуться и осознанно творить свое гармоничное комфортное мирное изобильное пространство отвечая на вопросы я буду показывать свои рисунки они простые доступны для видения всей картины происходящего на земле для каждого человека может они не такие уж художественные но просто так вот образами все это более понятно во время операции в 2011 году у меня было уникальное перемещение в будущее я легко перемещалась по садам с деревьями и кустарниками на которых одновременно цвели цветы причем очень красивые висели тут же зеленые маленькие большие плодики и созревшие плоды и ягоды спелые ягоды были необыкновенно вкусными было ощущение что от нескольких солнечных ягод ты полностью наполняешься чудесной солнечной энергией и так легко становится во время небольшого путешествия я видел одноэтажные высокие дома они по высоте были такие как вот есть сейчас старинные дома очень высокие потолки в одном из них я даже побывала не увидела ни ковров не массивной мебели еще какой-то утвари который сейчас модно и везде обставлено все здесь было очень просто и уютно были кровати и кресла для отдыха и все ну и мольберты для цветов для рисования еще какие то вот я даже не поняла что это за предметы но благодаря вот этим предметам и дети что-то творили и взрослые от стен этого дома шел мягкий свет и ощущение энергии вот от маминых рук вот такая вот такое было ощущение мне так понравилось там что я заявила остаюсь здесь мне здесь хорошо здесь ничего не болит и так прекрасно светло и тихо тихо на сердце самое главное что такое спокойствие что просто ты летишь даже не наступая на землю вот легкое такое прикосновение было ног с землей но какая-то сила которую я не видела ответила мне вот нравится тебе здесь тогда возвращайся и делай сама то точно такое же там где ты будешь и другим расскажи как это все сделать мне же ничего не показали не научили ну вот и иди делай как я буду делать продолжала я возмущаться должна пройти курс обучения а мне ответ был ты будешь учиться делать испытывать и передавать другим все придет в нужное время в нужном месте и запомнить тебе не будет хорошо одной если другим людям будет плохо тебе не будет хорошо одной если другим людям будет плохо повторяю даже эта фраза она врезалась мне и меня вот этот момент вытолкнули в такую овальную дверь и я очнулась на операционном столе в теле было очень больно когда хирург уже через несколько дней снимал мне швы он заинтересовался что со мной происходило во время операции я рассказала все в ярких красках увиденного он улыбнулся ага значит ты вернулась чтобы посадить райский сад и других научить вот такая была фраза у этого это был такой уже мудрый мудрого возраста хирург он улыбнулся ну что ж высаживай все создавай свой сад около десяти лет прошло с тех пор учусь постоянно с того момента я и до этого любознательный человек была но теперь вот приходится очень много интересных отраслей новых отраслей моей жизни изучать разбирать и все это на практике использовать понимаю что нужно самостоятельно разобраться во всем а потом только донести рассказать другим и вот предисловие такое большое наконец-то позади в котором я объяснила почему сегодня появилось это видео и это сегодня время полнолуния видимо пришло время об этом уже накопилась энергия сказать вот уже два года я делюсь со всеми на этом канале различной информации по вопросу вот этой новой перехода в новую жизнь в новую эпоху ну и естественно говорю о том как можно выращивать как можно что делать для того чтобы все было у нас замечательно в нашей жизни и сегодняшнее видео с прекрасными и божественными цветами которые растут у меня у дома в скверах и парках прекрасного города измаил где мы с александром проживаем это не просто это тоже творение рук человеческих и дальше поймете почему я это делаю на этом акцент потому что очень люблю цветы а значит и то что меня окружает это моя планета это моя земля это мой город это пространство в котором я живу и здесь тайский сад ну а теперь перейдем конкретно на ответы к ответам на вопросы как можно самому создать в это бурное время свое мирное гармоничное пространство а вот как вот посмотрите на эту картинку на ней частичка космоса где находится каждый из нас представьте себе хризантему мультифлору многие уже дачники и огородники имеют в своих садах вот этот удивительный цветок это такой осенью красивый шар зацветает с множеством цветочков кстати на этом шарике нет двух абсолютно одинаковых цветочков я как-то заинтересовалась и изучал этот вопрос все каждый цветочек особый красивый индивидуальный хотя со стороны кажется что все одного цвета и размера и вот на этом шаре цветов выбираем один цветочек смотрите с него этот цветочек это планета вот себе представьте так легко себе представить это вы в центре этой планеты то есть планета этот цветок и вы находитесь в центре этой планеты в центре этого цветка каждый человек это отдельный мир с огромным багажом из прошлых жизней и этот цветок вот является этим же миром это были жизни учебы на этой планете с 1 по 10 или сейчас по 11 класс по 11 класс чтобы освоить определенную тему наши коллеги такие же прекрасные светлые души также воплотились в эту реальность создавая в нашем здесь физическом мире нам сложности проблемы иногда хорошие ситуации разные роли и без этого уроки не выучишь и не оценишь то главное ради чего и пришли мы сюда в этот мир вот эти кружочки разной формы это и есть другие человеки другие цветочки планеты которые взаимодействовали и продолжают взаимодействовать с нами в различных ситуациях жизненных они помогают нам а мы помогаем им помогаем им строить свой рай или ад на своей собственной планете то есть каждый человек это творец своей земли своей планеты но в целом все эти планеты земли находятся как хризантема мультифлора на одном источнике на одном корне это первотворец который разделился на множество частичек и отдав эти частички в сердца людей вот сейчас испытывает прочувствует через нас вот дальше творение свое как можно этот вообще-то процесс очень длительные и бесконечные творение 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 как первотворец в каждом из нас продолжает заниматься творчеством творением новых планет земля в разных вселенных а вселенных а вот так вот живя сейчас вот в данном случае вот в этой реальности в это время он вот этим занимается он она потому что здесь и мужские и женские энергии все в гармонии сколько людей столько и земель и вселенных где же земля находится вселенная и так далее и все это из одного творческого первого источника мы все частицы единого целого когда понимаешь что ты делаешь больно другому ты делаешь больно себе тогда становится не по себе зачем же убивать другого человека оружием или словом если ты это делаешь себе лично вот с этого момента приходит в сердце сострадание к другим которые еще не поняли эту простую истину нельзя так вот относиться к себе безжалостно уничтожая и вот как же изменить вот эту ситуацию сейчас буквально различные политики различные руководители всяких организаций они просто бурлят и ведут за собой тех кто еще не проснулся но ситуация очень сложная но вот как изменить вот эту ситуацию кстати вот это бурление проявление вот этих природных катаклизмов которые сейчас на планете буквально везде и всюду носятся это и есть сознание вот этих человеков которые не могут проснуться вот они бурлят и бурлит в ответ все что вокруг нас уже само осознание того что нельзя делать больно другому человеку не только человеку животному дереву кустарнику любому растению нельзя загрязнять воду нельзя загрязнять ту же землю которую вот химическими удобрениями или ядами пытаются те же крупные даже не крупные любые земледельцы загрязнять вот это уже понимание это первый этап изменения своей жизни на земле в сердце частичка создателя начинает при этом светиться по особому притягивая к себе такие же светлячки человеки но а те кто еще не открыл в себе этот сказочный волшебный первоисточник будут со страхом смотреть на вас я уже сама в этом убедилась да и вы когда читаете комментарии прекрасно понимаете что происходит чаще всего у темноты проявляется агрессия против света темнота это просто отсутствие света в котором живут естественно страхи любые страхи ну что вернемся давайте к человеку светлячку в его сердце все больше разгорается огонь божественной любви это время сейчас как раз происходит включаются новые коды меняется наша днк все это происходит согласно божественного плана и вот это этот человек начинает светиться и начинает вокруг него формироваться пространство света а пространство света пространство божественной любви это мир и покой в этом пространстве мира спокойствия гармония начинает проявляться чудеса но самое главное чудо это комфортная и забитная жизнь это ни в коем случае не куча машин квартир домов счета в иностранных банках с большими суммами денег ой им то сейчас далеко не сладко этим обладателям вот этих квартир и счетов ведь они живут в вулкане страхов что вода или огонь в течение очень короткого времени все это могут уничтожить мир и покой там где есть дом где есть сад у дома есть в доме только нужные для облегчения труда технические помощники и в этом доме царит как и в сердце мир и покой к такому человека тянутся как магниту такие же светлячки и творцы у всех есть один интерес что сделать чтобы на других планетах одного большого первотворца вот на этом цветке растения мультифлоры также установился мир а не надо ничего делать для других из-за других у них свои желания свои сценарии просто наша задача как можно изменить вот сейчас ситуацию нужно оставаться в мире в своем пространстве на своей планете и это созидательная энергия как круги на воде от брошенного камушка понесется к другим именно бесценным подарком ведь по сценарию игры которую мы все вместе написали и теперь играем именно такие мирные спокойные человеки и станут тем важным переломным моментом перехода в золотую эпоху там где вы в мире там рядышком возле вас как волны будут накрывать энергии и проснуться множество и они будут спасены вот от этого разрушения энергии которые мы же сами и создали одно только вот это действие мира в сердце меняет погоду вокруг человека и вот это состояние климата для этого нужно выполнять только одно простое действие надеюсь вы уже стали обладателем кусочка природного шунгита но если нет его у вас есть в сердце ваш шунгит но по возможности приобретите я испытала его у нас кстати есть даже отдельно плейлист называется шунгит так вот посмотрите пожалуйста эти видео и вы поймете о чем я сейчас говорю так вот пусть этот кусочек шунгита будет в вашем доме если есть возможность носите с собой также кусочек шунгита в сумочку положите в пакетик и пусть он лежит в сумочке и так в любое время в доме и в саду остановитесь присядьте или прислонитесь к дереву просто присели дотронитесь до цветочка и заявите голос я есмь тот кто я есмь кстати самая самая краткая молитва эпохи водолей будет звучать вот так я есмь всего два слова но зато каких емких так вот произносите это я есмь в любом положении где вы находитесь в любое время суток ну что ж еще раз успокоились возле дерева возле цветка или в доме сядьте вдохните несколько раз и откройте и выдохните и откройте на макушке своеобразную крышечку эта крышечка была закрыта когда мы пришли на землю а сейчас есть возможность ее открыть и пустить в свое тело свет божественной любви открываем эту крышечку и через нашу макушку через все тело проходит свет божественной любви от первого творца когда произносите я есмь сразу же происходит волшебство сверху к нам направляется вот этот луч света родителей наших матери и отца и вот мы пропускаем этот свет через себя через сердце где встречается вот эта родная энергия и она поет в это время и вот встречается энергия в сердце своей родной энергии и дальше мы отправляем ее через все тело в ноги а через ноги в ядро земли земля радуется откликается на это действие в этот момент вы якорите энергию света в этом месте планеты где находитесь и земля будет беречь вас от разных невзгод вы становитесь сами светом проводником света для своей земли и земля начинает также светиться а значит начинают очищаться от негативов страхов от всяких ядов различных все органы и системы планеты земля вашей планеты земля ваша земля начинает успокаиваться восстанавливаться после разрушительных энергий которые которые сотворяли вы и он и лет своими войнами самим собой с другими с разрушениями самоуничтожением как вы думаете такая земля допустит чтобы ваш дом разрушить или нанести вам вред подумайте об этом хорошенько если идет свет а не разрушение не война не страхи не деструктивы а идет мир спокойствие и гармония вот это утреннее видео о сотворении своей земли с комфортной жизнью с прекрасной погодой в изобилии всего что нужно для созидательного труда для творческого труда я завершаю хотелось мне чтобы таких мирных планет человека было много на нашем большом растении цветке хризантемы мультифлоры но у каждого свой сценарий пробуждения наша задача удерживать свет уважать землю ведь это и есть мы наша энергия переставая химичить почву воду растения мы возвращаем здоровье своей планете и себе ведь мы все одно одно целое мы частички одного большого целого а как вы ощущаете себя на этом цветке или может быть какое-то другое растение как вы ощущаете себя своей планетой какая ваша планета мирная здоровая красивая или что-то на ней другое или вы на пути преобразования своего цветка планеты земля и завершая вот такими словами которые мне очень нравятся и я или утром или в другое время но лучше всего утром произношу я есм мир я есм гармония я есм здоровье я есм божественная любовь на земле я есм мирная красивая планета земля с райскими садами счастливыми мамами папами детьми животными растениями и да будет так и так есть ну что ж до новых встреч на позитивной ноте на нашей прекрасной планете и на ваших прекрасных красивых цветущих мирных планетах которые находятся в одном прекрасном большом целом первоисточника первого создателя до новых встреч в новых видео а